Добрый вечер, уважаемые зрители! В эти дни в СМИ раскрыли последующие Сноуден документы, которые подтверждают, что британская секретная служба через интернет активно влияет на формирование общественного мнения. Так, например, искажались результаты опроса в интернете, манипулировалось количество кликов на YouTube-видео, и поток обмена данных на веб-страницах искусственно завышался или занижался. Тем не менее, экспертов раскрытие таких тайн не удивляет. Многие говорят, что Сноуден раскрывает всего лишь те вещи, которые и без того уже давно знакомы, в то время как создатели образа Джеймса Бонда уже сообщают о большом голливудском блокбастере о Сноудене. Он номинирован на Нобелевскую премию мира, а Ростокский университет хочет присвоить Сноудену звание почетного доктора. Независимые голоса все больше задают вопрос, «Не может ли быть, что так называемый Сноуден скандал на самом деле является крупномасштабной пиар-компанией для западных служб безопасности?» По словам немецкой журналистки и писательницы Беттины Рюль, акция раскрытия, проведенная самыми большими мировыми сетями СМИ, служила всего лишь контролированной отмывке секретной службы. Излишним акцентированием уже давно знакомых фактов отвлекают от действительных скандалов и вызывают безрезультатные мнимые дискуссии. Действительного прорыва, которого заслуживает тема защиты данных, не произошло. В этом заключается самая большая польза, которую имеет от опубликования данных Сноудена, действующей во всем мире шпионской организации, пишет она на эту тему, вызывающей большой интерес статье. Сноуден — это самая удачная пиар-акция с времён Джеймса Бонда. Заключает она и напоминает, что и Ян Флеминг, автор Джеймса Бонда, тоже был тайным агентом. Остаётся лишь выяснить, на самом ли деле раскрытие тайн Сноуденом послужит для защиты частной сферы простые граждан. А пока разумно создавать независимые от интернета информационные сети, которые снова проходят от человека к человеку и из рук в руки. Такие сети гарантированно есть и останутся нецензурируемыми. Если у вас есть интерес, то заявите нам о себе, и мы охотно поможем вам найти такую сеть. Доброго вечера и до завтра!